Это программа Актуальные интервью. Здравствуйте! В нашей студии заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Орлу Евгения Андреевна Толмачева. Здравствуйте! Спасибо, что с нами сегодня. Вопросы налогообложения сегодня интересуют многих. Постараемся ответить на некоторые из них. Когда начнется рассылка налоговых уведомлений? Рассылка налоговых уведомлений уже началась у нас в Орловской области. Первыми, кто получит уведомления, это пользователи личного кабинета сайта ФНС России. Закончится рассылка этих уведомлений не позднее 30 дней до срока уплаты налогов. То есть в этом году это будет 3 декабря. А скольким жителям региона необходимо уплатить имущественные налоги? Обязанность перед бюджетом должны исполнить более 190 тысяч налогоплательщиков транспортного налога, около 280 тысяч налога на землю и около 473 тысяч налогоплательщиков на имущество. Будут ли изменения в привычной нам форме налогового уведомления? Да, есть одно изменение. Дело в том, что добавлен новый налог на доходы физических лиц. То есть если раньше налогоплательщики декларировали сам ли свой НДФЛ, в случае, если налогоплательщикам не были сделаны эти отчисления ранее, 2016-2017 год, то эти отчисления пойдут уже в новое уведомление. Чем отличается компания по уплате имущественных налогов в этом году? Самое, наверное, существенное изменение, на мой взгляд, это то, что расчет налогов будет проводиться по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, как это было ранее. То есть налоги, которые вышли нам за 2017 год, они уже рассчитаны по кадастровой стоимости с учетом понижающего коэффициента 0,2. В этом году появилась новая льгота на 6 соток. Что жители региона должны знать о ней, как ее получить? Ну, вы знаете, это не совсем льгота, это, скорее всего, налоговый вычет. Он предоставлялся и ранее. То есть таким категориям граждан, как инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, но в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости. А теперь налогоплательщики получают этот вычет, и он увеличен до 6 соток. И категории льготников уже причислены пенсионеры. То есть, если площадь земельного участка не превышает 6 соток, то налог взиматься не будет вообще. Если площадь превышает 6 соток, то налог рассчитывают за оставшуюся площадь. Какие услуги налоговые орловчане могут получать в МФЦ? Вы знаете, во многофункциональных центрах наших очень широкий был спектр услуг по сравнению с прошлым годом. Увеличился этот спектр, расширился. То есть, налогоплательщики могут подать заявление на подключение к личному кабинету. То есть, рассчитать, посмотреть, какие у него будут налоговые льготы. Подать заявление, опять же, на эту налоговую льготу через МФЦ. А сейчас, совершенно недавно была подключена новая услуга в многофункциональных центрах. То есть, налогоплательщики могут получать там свои налоговые уведомления. Как сегодня оценивается готовность налоговых инспекций к приему граждан в период уплаты имущественных налогов? Ну, вы знаете, на самом деле, налоговые инспекции в любое время готовы принимать налогоплательщиков вне зависимости от периода их обращения. То есть, 5 из 6 инспекций у нас осуществлены электронным управлением очередью. В каждом операционном зале находится администратор, который чутко следит за всем тем, чтобы плательщики были полностью обслужены должным образом. И, конечно же, задавали свои вопросы, на которые потом, впоследствии, можно было бы ответить тем же администраторам, например. То есть, готовы постоянно. Плюс ко всему, во время декларационной кампании у нас работают инспекции по продленному графику. И для более удобного принятия граждан у нас 2 дня в неделю инспекция работает до 8 часов вечера, а 2 раза в месяц по субботам, то есть по выходным. И в связи с этим мы, в принципе, готовы принимать и во время декларационной кампании, и не только плательщиков. Время ожидания их никак не повлияет навсегда. Плательщикам, в первую очередь, мы работаем, во-первых, для них, и для того, чтобы им было комфортно обращаться, платить налоги и погашить какую-то свою задолженность. Дни открытых дверей, такой формат, давно оценили орловчане. В этом году еще будут проводиться ли такие дни открытых дверей, как попасть куда-то? Да, конечно, конечно, они будут проводиться. Эта акция стала уже традиционной для нас, для нашей инспекции в частности. В этом году дни открытых дверей будут проводиться 9 и 10 ноября. То есть любой желающий может прийти, задать вопрос высоко квалифицированным специалистам, которые будут на них отвечать. И, в принципе, узнать не только про имущественные налоги, а, в принципе, про налогообложение в целом. То есть задать такие наболевшие вопросы, которые, возможно, раньше, когда это не удавалось задать. Именно для этого, для того, чтобы осветить какие-то нововведения в законодательстве, для этого создаются дни открытых дверей, которые потом впоследствии приводят к тому, что платильщики уже будут знать, за что они платят налоги, кто должен их платить, какие у них есть на это льготы. Поэтому обязательно в этом году будем проводить такие дни. Предлагаю вам обсудить еще одну тему. Это интернет-сервисы, налоговые службы. Какие пользуются популярностью? Может быть, какие-то новинки появились? Да, вы знаете, интернет-сервисы и в целом сайт ФНС России пользуются большой популярностью у нас сейчас, потому что действительно это очень удобно. Это большой подспорь вообще для наших платильщиков, потому что, к примеру, есть налоговые калькуляторы. В этом калькуляторе можно рассчитать сумму налога. То есть еще, когда нет уведомления, которые еще не прислали, возможно, еще рано было ли уведомление, платильщики уже знали, какую сумму им нужно будет оплатить. И в связи с этим уже примерно представляли, что им конкретно нужно заплатить бюджет. Налоговый калькулятор. Опять же, личный кабинет, который, я считаю, является просто незаменимой вещью на настоящее время, потому что когда в современной жизни, конечно же, может быть, нет времени на что-то, а здесь непосредственно личный кабинет ваш, то есть вы заходите, вы видите там все свои платежи, вы видите все свои налоговые обязательства перед бюджетом. Можно, в конце концов, оплатить прямо там налоги. То есть это делается онлайн, это делается в один клик и занимает ровно одну минуту. Кроме того, есть сервис «Обратиться в ФНС», который тоже очень у нас актуальный сейчас стал в наше время, потому что плательщикам тоже как-то вот в связи с тем, что у нас век все-таки информационных технологий, как-то проще это сделать через компьютер. В конце концов, у нас есть сервис разработал, сервисная служба разработала и мобильную версию сайта, то есть телефоны также можно зайти посмотреть. Вот, в принципе, на такие сервисы делается большой упор налогоплательщиков. Это то, что им необходимо. Узнать про налоговые льготы, про ставки. Это тот же отдельный сервис у нас есть. Конкретно в муниципальном каком-то образовании в городе. То есть все вот именно подробно там описано. В каждый сервис можно зайти и посмотреть, прочитать, и конкретно на себя примерить уже эту ситуацию. Сегодня орловчане, я думаю, из нашего интервью почерпнули много полезной информации. Как же налоговая служба оценивает налоговую дисциплину самих жителей региона Орла? Вы знаете, конечно, и лично я считаю, что наши плательщики, это очень дисциплинированные граждане. Если, конечно, какие-то появляются вопросы с налоговым законодательством или какие-то проблемы, но для того налоговая инспекция создана, чтобы решать эти вопросы, помогать налогоплательщикам и создавать все комфортные условия для того, чтобы они оплачивали и понимали, за что они платят. И, конечно же, для того, чтобы у нас какие-то были с ним диалоги, да, с плательщиками, мы, в принципе, для этого идем им навстречу. То есть, как вот я уже говорила, у нас работает инспекция, всех плательщиков принимаем, всех выслушаем, направим, если какие-то есть определенные тонкости, направим к специалисту. Ну, надеемся, чтобы все было, чтобы все будет хорошо, потому что самое главное, это вовремя платить налоги, знать, за что платить налоги и вовремя их оплачивать. Если все-таки задолженность появилась, что делать? Ну, во-первых, конечно же, сначала первое, что нужно сделать, это начать ее оплачивать. Начать оплачивать, потому что задолженность для налогоплательщика, это все-таки его личное дело, потому что именно задолженность перед бюджетом может понести за собой такие непределительные затраты, как штрафы, санкции, вот эти все. Плюс риск не выходить за границу, ну и в самых запущенных случаях это может быть даже арест имущества. Но я, конечно же, надеюсь, что до такого момента налогоплательщики наши не допустят, поэтому, в принципе, мы всецело готовы этому помогать. Главное, чтобы приходили, главное, чтобы вели с нами диалог, чтобы была обратная связь, и сайт ФНС России им в помощь. Конечно же, если есть желание, можно прийти в инспекцию самим, точно так же все объяснят, все будет хорошо. Главное платить, главное вовремя начать это делать, и проблем не будет никаких. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.